Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для DriveEmpire на автоматический сбор конфет. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и как получить на него ключ я оставлю в подсказках, можете посмотреть. После того, как скачали чит в поиске, пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И как видите на этот режим есть в принципе довольно много скриптов, но сегодня в ролике буду показывать первую по счету специальный для сбора конфет. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Далее заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт. Потом нажимаем кнопочку Inject. И ждем пока заинжектимся. Так, как видите, у меня Inject получился. У меня открылась дополнительная вкладка в браузере. Значит, у меня получилось заинжектиться. Дальше закрываем ее. Если вдруг она вам мешает, возвращаемся обратно. И нажимаем кнопочку Exhud. И ждем пока загрузится сам скрипт. Так, вот он уже появился. Здесь в принципе три функции. Самые полезные, самые нужные. Первая функция это автоматический фарм конфет. Включаем ее и смотрим, что сейчас должно происходить. Так, по идее сейчас должен был начаться фарм. Но почему-то не начался. А, нужно сразу две функции включить. То есть мы включаем еще функцию Fint Pumpkin. То есть найти тыквы. Тем самым получается мы находим эти тыквы. Автоматически их ломаем либо разбиваем. И, как видите, за это мы получаем конфеты. Так, вроде бы как все тыквы, которые были на карте, я их собрал. И, как видите, фарм пока что остановился. Странно то, что одна тыква находилась под картой. Возможно, ошибка разработчика. Но ничего страшного. Либо, скорее всего, третья кнопка предназначена здесь не просто так. Чтобы, получается, когда вы на одном сервере собрали все конфеты и сломали тыквы, то больше они, скорее всего, здесь появляться не будут. Я думаю, так это здесь и сделано. То есть мы нажимаем кнопочку Rejoin. Сейчас у нас должно перезайти на сервер. Далее заново активируем этот скрипт. И опять этим же образом фармим сейчас конфеты. То есть мы включаем эти сейчас опять две функции. Так, сейчас у меня загрузится. Довольно долгая загрузка. Все отлично. Опять включаем функции. Сейчас, по идее, скрипт должен найти эти тыквы. Но почему-то не нашел. Странно. Скорее всего, здесь уже их тоже все собрали, как я понял. Если не находят, то, значит, скорее всего, их нету. Этих тыкв. Давайте попробуем еще раз перезайти. Надеюсь, сейчас у меня получится зайти на тот сервер, все-таки, где есть эти тыквы с конфетами. Если нету, то будь печальным. Так, ждем, пока загрузится опять. Все отлично загрузилось. Активируем опять этот скрипт. И проверяем, есть на этом сервере тыквы с конфетами или нет. Как видите, все-таки нету. Не знаю почему. Либо просто скрипт их не видит. То есть непонятно. В принципе, можете сами попробовать перезайти. Скорее всего, как я понял, эта функция, я думаю, работает криво. И она меня перекидывает на один и тот же сервер, где я уже был. Скорее всего, так. Потому что... По-другому я никак это объяснить не могу. Давайте, в принципе, сами попробуем перезайти. И посмотрим, есть разница, когда вы сами перезаходите или с помощью скрипта. Мне кажется, все-таки разница есть. Потому что почему-то я догадываюсь, что скрипт все-таки кидает меня на один и тот же сервер. И из-за этого он не может найти больше конфеты. Так, все, в последний раз активируем скрипт. Надеюсь, в этот раз все получится. Так, вроде бы как я зашел на другой сервер. И включаем эти функции. И почему-то все равно найти не может. Непонятно. Но самое главное то, что первый раз он нашел эти тыквы с конфетами. Уже хорошо. Значит, все-таки я попадаю просто на терсервера. Скорее всего, где нету тыкв вот этих с конфетами. Скорее всего, потому что их все собрали. Наверное, как-то это так работает. Точно не знаю. Но самое главное то, что, как вы видели в начале ролика, этот скрипт работал. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, оставьте лайк. Пишитесь на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи и пока.